Привет, народ! И у нас сегодня видео снова о покупках. Зашла я сегодня по дороге, ездила на биржу и зашла у нас в Новогириево, открылся Еврошоп. Он, правда, уже давно там открыт, но вот такую большую сумочку я прикупила. Честно говоря, зашла просто посмотреть, не рассчитывала ничего нового покупать, но нельзя мне в такие магазины, когда есть деньги на руках. Так, в общем, давайте буду вам доставать и примерно какой-то ориентир на цену, наверное, сравнивать. Если по качеству товары сравнивать, то, наверное, сравнивать с фикс-прайсом и по наличию товаров тоже с фикс-прайсом, потому что, в принципе, товаров много, они очень разные, совершенно разнообразные. И если у кого есть дети, то очень много товаров для детей, каких-то развивалок, игрушек, не знаю, там, очень много каких-то таких товаров. Ну, я в этом не разбираюсь, у меня детей нет пока. И, в общем-то, выбор достаточно большой, то есть я набрала на тысячу с лишним, хотя на такую сумму я не рассчитывала. Я думала, ну, возьму что-нибудь рублей на 400, вот, но оказалось, что вот так получилось. И еще там, ну, говорят, что там фиксированная цена 69 рублей, ничего подобного. То есть цены фиксированные, но цены в основном 69, 89 и, ну, вот в таком плане, 89 и 69, но есть товары, которые дешевле. Вот у меня есть товары по 5,90, 7,90, 2,50 и 34,50. Давайте начнем. Давно хочу себе корзину для мусора. У меня была маленькая, такая настольная, но я поняла, что она не очень удобная, потому что бывают какие-то обрезки во время работы, грызки, кусочки, и мне их девать некуда. И взяла я вот такую вот корзинку с Парижем, стоила она 69 рублей, она у нас, емкость, емкость, емкость не написана. Ну, в принципе, небольшая, то есть, ну, я думаю, лет литра 3, наверное, здесь есть, может быть, 4. Вот, довольно симпатичная, такого бирюзового цвета, здесь девчушка на велосипеде, и вообще картинка такая разнообразная по всему периметру, парижская. В общем-то, я присматривала такое ведро в фикс-прайсе, но оно мне не понравилось. Вот, поэтому взяла это, в принципе, 69 рублей для ведра нормально. Там было похоже ведро, знаете, такое черное, немножко овальное, такое же, как в фикс-прайсе, за 89 рублей. Вот, но я подумала, зачем мне переплачивать. Так, я буду почеку по порядку, потому что я смотрю еще цену. Взяла вот такой вот, я думаю, знаете, сладкая фигнюшка, рахат-луком с фундуком. 250 грамм, стоил он тоже 69 рублей. Я, как бы, сладости сейчас ограничиваю, но рахат-луком, он вроде как натуральный, и я люблю с орешками, поэтому я, когда увидела, сразу взяла. Так, дальше у нас идут... Сейчас я постараюсь все достать быстренько. Потому что, чтобы мне по списку. Вот. Взяла такой набор скребков для теста, ну или когда что-то нужно размазать. Ну, в общем, я думаю, что пригодится в жизни. Они разные, то есть такой овальный, фигурный и вот такой вот с рифлеными краешками. Вот. В принципе, пластик довольно хороший, плотный, и я вполне довольна, несмотря на то, что все это производство Китай. Так, набор скребков тоже 69 рублей стоил. Так, потом увидела вот такую вот штуку для спагетти. Она металлическая. Обычно в магазинах они пластиковые. У нее все металлическое, и ручка, и сама эта штука металлическая. Я давно хотела для спагетти такие штуки. И я такую штуку... Она, кстати, не только для спагетти, то есть это и для каких-то макарон, то есть все, что длинное, и невозможно поймать, выловить обычной ложкой, даже на пробу. Вот. Очень давно хотела такую штучку. Очень рада, что ее прихватила. Она стоила тоже 69. Вот. Потом... Ой, пардон. Потом увидела такую шапку. Мне как раз сейчас на весну я в своей очень жутко потерю. Несмотря на то, что она мужская, как было написано, мне кажется, что вполне себе ничего. И можно ее по-разному одевать. Можно вообще... Вот этот край. Вот так вот. Ну, вообще, можно как-то по-разному придумать, как ее носить. Мне кажется, что прикольно. И она не шерстяная, она акриловая. И здесь еще немножко полиэстера. Поэтому я думаю, что в ней вот как раз на такую весну, потому что я жутко запарилась сегодня. Прям вся мокрая. На такую весну хорошая шапка. Я думала, что, может быть, ее в фикс-экспрессе придется брать. Или в каком-то просто магазине, где вообще можно найти шапки. Но вот попалась мне и с приятной расцветкой такой, синий-фиолетовый. Как раз к моей куртке подходит. Целая она 59 рублей. Так, дальше. Взяла я вот такой набор отверточек мелких. Они очень мелкие, очень мелкие. Гораздо меньше, чем те, которые подаются набором в фикс-прайсе. И, в принципе, я взяла его для сравнения. Стоил он тоже 69 рублей. Взяла для сравнения. То есть, если они такого же качества, как в фикс-прайсе, то, наверное, придется покупать дорогой набор. Ну, сами понимаете, как бы, если постоянно они стираются и ими ничего не раскрутишь, то... Ими закрутишь, то зачем покупать лишний раз и каждый раз новый набор. Вот. Потом взяла для Алиски. Сейчас. Вот такой корм мы уже брали. Значит, говядина, кролик и индейка. Вот. Мы уже брали, по-моему, кролика, и ей вполне понравилось. Написано, что это датское качество. Ну, называется так. All cat. И здесь на обороте указано, что здесь мясных продуктов не менее 25%. Я такое вижу впервые, потому что в основном пишут, что в пределах 5% натурального мяса в форме содержится. Вот. И стоили они один пакетик по 17-25 рублей. 17 рублей 25 копеек. Здесь 85 грамм, как в обычном стандартном пакетике. Потом я увидела вот эту штуку, и прям я даже, блин, думаю, ну, если я не возьму, я буду жалеть. Ну, конечно, стоила она почти 100 рублей. Она стоила 89 рублей. Вот такая копилочка с котятами. Ну, я думаю, вы меня поймете. Кошки, это теперь для меня больная тема, поэтому от своей копилки, как вы знаете, я избавилась. Ну, как избавилась, передарила ее. Вот. И, в общем-то, вот такая вот для мелочи. Собираю на проезд и такие котятки в автобусе. Позорвать зал номер 7. Я прям влюбилась в нее и подумала, что я должна ее взять, потому что иначе буду жалеть. Ну, ладно, там 89 рублей. Дальше. Увидела такую штуку, к сожалению, они все в линейку. Я вот пересмотрела там, наверное, целую кучу блокнотов. Вот такой милый блокнот радужный. И тут еще в комплекте ручка. Они были все одинаковые, все вот такие вот. И, к сожалению, он в линейку. Вот, не знаю, если видно вам, вот здесь вот на торце, то есть видно, что он в линейку. Сейчас попробую его распаковать и показать вам уже наглядно, чтобы уж как положено было. Так, сейчас распакуем. Ручка просто обычная. Кстати, зеленая, мой любимый цвет. Один из любимых. Значит, блокнот с ручкой радуга называется. В принципе, здесь больше ничего не написано. Ни количество листов, ни качество страниц. Ну, в общем, вот такой радужный и странички здесь в линейку. К сожалению, я очень люблю блокноты на спиралях. Это моя болезнь. Но я люблю блокноты либо с чистыми листами, либо с листами в клеточку. Как-то это все гораздо ужобнее. Но я подумала, что, в принципе, неплохой блокнот. Перепишу сюда свои литературные произведения. Будет у меня нормальная книжка для них. И, в принципе, в линейку будет все видно. Ручка пишет, и она черная. В принципе, пишет нормально, довольно мягко и тонко. Без проблем. Вот. Нажимается, и как обычная ручка. Довольно веселенько. Так. Дальше. И блокнот стоил мне 69 рублей. Дальше я взяла, можно сказать, что для дачи, а можно сказать, что маме в подарок. Потому что в прошлый раз, когда я на день рождения покупала ей букет цветов, она мне сказала, зачем ты зря потратила деньги. Но, как я обычно говорю, главное не деньги, а внимание и то, чтобы было приятно. Но, вот, человек это вот так воспринимает. Поэтому я взяла вот такие вот лилии, луковицу и вот такую лилию. Я пересмотрела, то есть здесь вот мешочек и сзади лежит луковица. Я пересмотрела все, и они все уже с ростком. Не знаю, как это, ну, повлияет это дальше на посадку или нет. Будет ли он прорастать дальше или нужно будет посадить его в горшочек. Я уже вам, если, ну, будет какой-то комментарий на эту тему, я вам покажу это в отдельном видео. Думаю, не будет проблемой. Вот, в общем, если что, то покажу. Одна луковица стоила 69 рублей. Вот. И еще, кстати, интересно, то есть у нас тут все лилии, которые я покупала, такое лирическое отступление. Лилиическое отступление. Все лилии, которые я покупала с таким посадочным материалом, они никогда, практически никогда не соответствуют картинке. Поэтому я очень надеюсь, что она действительно будет такая красивая и такая красивая. Вот. В принципе, у нас есть похожая лилия. Если вы помните видео из дачных влогов, я показывала все наши лилии, и есть похожая. Такая лилия у нас была. Она, к сожалению, погибла в этом году. В прошлом году, уже в 2016-м, было очень много водяных крыс. И просто неимоверное количество этих медведок. Вот. Поэтому, ну, надо пополнять посадочный материал. Вот. И стоили они по 69 рублей каждая. Дальше я увидела вот такие вот штучки. Вот такое масло сабельника и масло репейное. Репейное для волос, сабельника, оно, в принципе, для всего подходит. Ну, в основном тут для тела написано. То есть, сабельник, это если у вас, например, травмы, растяжения, какие-то такие вот суставы болят. То есть, его растирают по месту болезни, болезненному месту, и оно, как бы, впитывается и дает какой-то эффект. А масло репейное, здесь написано, что нужно наносить на кожу головы и на волосы. И оно, значит, предупреждает появление сухости, зуда, перхоти, укрепляет рост волос, придает волосам шелковистость. И также еще способствует, как бы, росту новых волос. Ну, не знаю, попробовать, потому что я все готовлю отдельное видео по этому поводу, почему мне пришлось постричься. И думаю, что это, как бы, поспособствует реабилитации моих волос. Вот, если интересно, как бы, вы мне напоминаете в комментариях, я обязательно это видео сниму, потому что у меня это наболело, и тема такая довольно щекотливая в плане волос, я имею в виду. Каждая бутылочка стоила 49 рублей. Вот, так, дальше я взяла канцелярские ножницы. У меня было три пары, но я совершенно не имею понятия, куда они все делись. И мне обычную бумагу просто нечем резать. Вот, приходится либо макетным ножом, либо какими-то другими ножницами, которые в доме есть. Вот, но теперь у меня есть ножницы чисто для бумаги, и я очень этому рада. Длина лезвия или общая длина, в общем, 17 сантиметров, 17,5 сантиметров. Лезвия довольно длинные, то есть там были покороче, но я взяла эти, по сути, по цене они одинаковые, 69 рублей. Так, еще взяла косметическое масло мяты. Там еще было что-то типа хвойное, но хвойное, оно очень специфическое, оно чисто для бани. А вот это вот, его можно и просто и в аромалампу, и просто так, допустим, если у вас есть саше, капать на саше. Вот, оно, ну, просто свежесть дает, но это, конечно, на любителя, потому что немногие переносят запах мяты. Вот, здесь у нас 17 миллилитров, и стоил он 59 рублей. Так, дальше у меня идет, так, сейчас этот весь мусор. Дальше идет у нас, идут, взяла я несколько пакетиков семян, значит, взяла, ну, как всегда, для дачи это же невозможно. Взяла кабачок, не буду делать отдельное видео, потому что все-таки я в определенный магазин заходила и не планировала все это брать. Вот, кабачок грибовский, вот такой светло-зеленый, тоже, можно сказать, один из моих любимых, и у меня есть даже рецепт специально для этих кабачков. Потом как-нибудь в рецептах обязательно сниму. Стоил он 7,90, вот этот пакетик. И здесь у нас 2 грамма. Ну, и там плюс-минус 9% они пишут, но это, как бы, раз на раз не придется. Дальше увидела вот такой белый перец. У меня перцев в этом году немного, то есть вот тот пакетик, который нам подарили в магазине. Вот этот пакетик, и еще у меня сборные семена с прошлого года, которые я сама собирала. Их достаточно много, но я не уверена, что все зайдут. Вот. Итак, значит, перец белозерка у нас здесь 0,25 грамм, и он стоил 5,90. Так, дальше у нас идет томат-челнок. Томаты я вообще редко сажаю, и что-то вот я посмотрела, как увидела на этот томат. Холодостойкий, ультраранний, компактной формы, небольшой, здесь 0,1 грамм. Высота кустика 40-45 сантиметров. Плоды красные, мясистые, удлиненно-овальные, с носиком, гладкие. В общем, все плюсы одни. То есть я именно вот подцепилась на это, потому что холодостойкий, написано холодостойкий. А у нас все, как бы, такой район на даче, что у нас всегда заморозки. То есть если в других районах, даже вот рядом участки, которые другое садовое товарищество, у них не замерзает что-то, а у нас замерзает. И, ну, как-то у нас вот волной проходит именно по нам, и, в общем-то, для меня это актуально, попробую. Вообще помидоры я практически не сажаю. Раньше мы их выращивали прямо в теплицах и вывозили свои сорта, но это отдельная тема. Так, в общем, стоил он 7,90. И последний пакетик я увидела вообще. То есть такие вещи сейчас практически нигде не продают. Маргантовка. Поскольку она запрещена, насколько я знаю, и ее купить в открытом доступе фактически невозможно. Вот, стоил этот пакетик 69 рублей. Это просто золотой пакетик. Но я взяла на запас, у нас, в принципе, есть. У меня мама работает в такой сфере, где можно достать эту маргантовку. Ну, в свое время можно было достать. И у нас, в принципе, большие запасы есть. Но я взяла на всякий случай. Здесь 10 грамм. Вот. И он стоил 69 рублей. В общем-то, чек вот такой вот, не знаю, видно или нет, получилось на 1122 рубля и 70 копеек. И мне еще дали подарок. Не знаю, или это они всем дают, или тем, у кого сумма превышает 1000 рублей, дали вот такой сертификат на подарок. Пока еще не смотрела, посмотрю, что вообще там дадут. Вот. В общем, такой обзор, такие покупки не запланированные. Но, в принципе, я всем довольна. И думаю, что все это, естественно, будет пользоваться. Все это будет в качестве использоваться. В общем. И всем я осталась довольна. Правда, по цене, конечно, не очень. То есть, самое, наверное, дорогое вышла мне вот эта металлическая копилка, которая, по-моему, еще и не открывается. То есть, вынуть оттуда ничего не получится. Честно говоря, я ее чуть не вертела в руках. Можно ли ее как-то распаковать. Ну, в общем, это было самое дорогое. Вот. Остальное все практически по 69 рублей. Но я вам скажу, что по ассортименту, да, то есть, по ассортименту товары в основном нацелены на мамочек с детьми. Причем с большим количеством. Есть и мальчики, и девочки, и вообще все. И очень много игрушек, очень много развивалок, очень много книжек, каких-то раскрасок, где нужна аппликация, либо магниты, либо какие-то собирать. Вот из разных фигурок. Там были очень интересные, буквально на кассе. Если бы у меня были дети, я бы нахватала тысяч на пять, наверное. Очень интересный был вариант из каких-то разных фигурок по форме напоминающих животных. Они разного цвета. Их можно состыковать друг с другом, и получится большое животное, другое какое-то. В общем, интересные штуки. Возьмите на заметку, кто с детьми. Вот. А так в плане, то есть, ну, посуды много, много. Я была в этом магазине первый раз, поэтому, как бы, говорю, так, посуды много, много всяких сумок, кружек, химоты всякой, там, моющих средств. Но я на это не смотрела, потому что я бы зависла там надолго. А денег у меня впритык. Вот. Но, в принципе, покупками довольна. Так что, если было интересно, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, делитесь. Может быть, у вас уже что-то есть, вы были тоже в этом магазине, что вам понравилось, что не понравилось, чем вы остались довольны, или, может быть, что-то хотите прикупить. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока.